Итак, сегодня рассматриваем элемент номер 5. Это крыло, защита крылом. То есть, опять же, рука у нас идет вверх, локоть чуть-чуть обережает и ладонь поворачивается. Таким образом, либо движение так, либо движение так. Как это мы можем использовать? То есть, если стоит выставленная рука, я ее, если клинок клинки, присоединяюсь клинком, либо предплечьем. Соответственно, то же самое будет, если идет, в частности, атака к животу, либо с этой стороны. Если клинок будет коротким, то, соответственно, я тоже присоединяюсь к предплечьям. С последующим контратаком. Если пойдет атака в лицо, то, в принципе, здесь тоже обережает. Я могу защищаться предплечьем. Еще раз. С последующим входом. Также этот элемент, больше в пустых руках, я могу использовать для начала атаки. Повторяю, ключевым является первое движение локтем. Кисть отстает. Поэтому отсюда идет хлыст. Уракен. Солнечное сплетение. В голову. И опять же, таким же движением я могу защититься при атаке в лицо. То есть, я подкидываю крыло вверх. Этим же элементом мы можем начинать действие. То есть, я начинаю, и получается обратно либо уракен, либо хлыст. Это можно, опять же, использовать как в начале атаки, так и присоединяясь к атаке противника. Например, идет укол в лицо. Если мы это делаем ножом, то это действие обратной стороной клинка. То есть, я подкидываю руку и наношу укол. Если обратный хват ножа, то, соответственно, то же самое я могу начинать. Локоть пошел первый и потом доработала рука.